Здравствуйте, земляне! Я Александр Дог. В прошлый раз, когда я ходил на прогулку, со мной пошел Лирик. И он себя повел не очень хорошо. Бросил меня там. Я был один. Потом прихожу, а он сидит в гараже. Ну, не знаю. Сейчас я вот опять пошел. Бульдоги где-то заснули, не увидели, что я пошел в сад. А Лирик, где он? Сейчас переключу камеру. А Лирик пошел. Не знает, как он сейчас будет со мной гулять. Посмотрим. Ну что, Лирик. Пойдем. Почувствовал свободу. У него один курс. Вот сюда повернуть направо. Потом упереться в углу. Пойти туда. Дойти до того угла. И вернуться назад. Все. На этом весь Лирик заканчивается. Ну, вот и сейчас то же самое. Лирик, ну куда ты побежал? Ну, давай поиграем. Вот он сам себе приятный. А ты ходи, как хочешь, хозяин. Ладно, я пойду за ним. Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомету. Пойду заодно и покажу, что у нас в саду расцветает яблони, груши. И пойду за Лириком. Послушаю пение пчел. Почему-то мне хочется сказать пение. А не жужжание. Они правда поют? А вы сами сравните, с кем интереснее ходить. С бульдогами или с Лириком? Если, конечно, кому-то нравится смотреть на хвост Лирика, то, пожалуйста, вот я иду за ним. Потеплело. Рыбки стремятся вверху. Помните, когда я гуляю с бульдогами, они всегда рядом со мной. А где этот лирик? Вот он, Лирик. Ладно, иду за ним. Все, вот он дошел до угла. Я же говорю, это его, конечно, точка. Теперь он повернет налево. Налево. И пойдет обратно. И все, и вся прогулка. Лирик, ну что ты? Ты сегодня один. Радуйся, веселись. И все. И вся собачка. Ну ладно, это что такое? Ну вот, вот мы. Вот любуйтесь я какой. Сам себе приятный. Ну дальше что? Ну, давай, показывай, на что ты способен. Что ты умеешь? Верик, ну пойдем, угощу тебя рыбьим кормом. Пошли. Если ты не убежишь от меня. Пойдем. Он такой своеобразный пес. Ну, не могут же все собаки быть одинаковыми. Ну, это будет неинтересно. Все породы отличаются друг от друга. Все разные. Ну что? Ну, ты тоже такой мягенький. Мягенький. Лирка. Лирик уже 9 лет. А маленький был, помню, в коробочке. Здесь под обуви возили его к ветеринарному врачу. А больше он потом ни разу не был врача. А что ему? Эти породы собак всегда здоровые. Они адаптированы. Это вот искусственные породы. Те? Да. Ну что? Ну, запрыгнешь сюда? На. Запрыгай. На. Ну. На. Вот и все. И все. И весь Лирик. Ну что? Лирик. Лирик, на. Ну. Он даже не хочет лапки поднять. Ну, наконец-таки. Ой. Вот это я тебе расшевелил. Такого не ожидал я. От Лирика. Это будет подарок землянов. На. Еще. Еще. Иди. Лирик. Ну, еще отдых. На. Есть. Это, знаете, как рожденный. Прыгать. Прыгает. Рожденный. Бегать. Бегает. У него шлапки коротенькие. Он не может высоко прыгать. Он может быстро бежать. Вот так. Семенит. Ну что? На. Еще тебе. Ладно. Гуляем с Лириком. Какой есть компаньон. Такой есть. Глянем, что у нас тут. С инжиром. Вот. Проверим. Плодики. Каждым разом становятся больше и больше. И по количеству, и по масштабам. Вот как они вызревают. И когда. У меня это первый раз такой вырожай. Первый раз я вижу плоды именно вот сейчас, весной. Были один раз, но они пожелтели и опали. А это вот зелененькие такие, плотненькие. Вообще я первый раз с этим сталкиваюсь. Ну что, вкусненько? А давай мы пойдем рыбкам дадим. Рыбки тоже хотят. Нет, я тебе уже три раза давал. Все. Это рыбкам. Пошли. Должны делиться. Есть золотое правило. Делись и вкладывай. Смотри. Они уже вон вывели. Надо осторожно подходить. Опа. И чтобы не спугнуть их. Может нам посчастливится увидеть и Кузю. Лирик. Ну что ты? Иди. Иди. Все. Ты сейчас один. Чувствуй свободу. Один. Представляешь, нет таких бульдогов. Никто тебе не хватает за лапы. Один на один. Но лирик опасен тем, что он заплывает и подбирает рыбу. Ну, которая, например, там рыбка неживая, он может подплыть и съесть. Живых, конечно, ему, наверное, не поймать. Ну, здесь есть одна рыбка, которая любит спать на животе. Плывает. Вот. Опасно, что он ее цапнет. Есть. Потому что у него мордочка длинная. И рот открывается больше, чем у бульдогов. Бульдоги не смогут рыбу схватить. Вон стайки стоят. Вон стайки. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, сегодня лирик немножко поактивнее, конечно Сказал поактивнее, он прям... Неужели понимает, что я говорю? Лирочек Ну, а летом он может заплыть, не может, а он заплывает Делает круг и охлаждается Кто ему учил? Сказал, кто ему учил? Кто его учил? Не знаю А, вон она! Вон она, та рыбка Вон вторая, смотрите Вот их две земляне Смотрите Это те рыбки, которые вдвоем с аквариума Видите? Одна из них притворилась, что она дохренкая Лирик, что ты там нашел? Вот, подхожу, подхожу, ближе, ближе, ближе Видите? Вот она А это рыба с короной Видите, у нее корона Смотрите А это спит Смотрите Ну, что это за рыба? Видите, какая это Вот такая парочка у нас Поселилась в пруду Вообще не боятся Вот я и боюсь этого Хорошо, что здесь заборчик А если бы они вот там лежали Вот так бы загорали бы То Лирик, конечно, мог бы и схватить А вон Я скажу насчет этого Более проворный, чем Французские бульдоги Пасть у него широко раскрывается И остренькая А они тупорыленькие Поэтому только бьются А еду Они даже орех не могут съесть Они его жуют Жуют, у них зубы редкие А Лирик, он, конечно, это природная собака Ее Эту породу вывела Вселенная А французских бульдогов Вывели селекционеры Вот чем разница Пошли Ну что, прогулка Удается Я даже сам не ожидал Лирик проявил какую-то активность Рыбы тоже проявили активность А Кузя пока еще Не видел Ну, я надеюсь на то, что прогреется Вода И мы его привлечем кормом Он должен выйти на корм Сейчас вода холодная И видите, они даже плавучий корм не едят рыбы Все, я иду У меня здесь задание есть Вот этот сосед опять пожаловался На деревья Что мешает ему Вчера был разговор И мы уже одно дерево убрали Вот это мешает ему дерево Вот он сказал Что оно Ну, оно по закону, да Три метра А надо, чтобы четыре было Вот это дерево по закону Но он сказал, что даже вот эти деревья Которые по закону растут Тоже ему мешают Его кукурузе И особенно орех Вот сейчас я иду к этому ореху Вот я пришел сюда в сад Затем Чтобы Посмотреть место Куда пересадить можно будет этот орех Он уже большой Он, конечно, там не очень хорошо Видите, ему Тесно И он там наклонился Ушел От ивушки Мы его будем пересаживать Но вот эта ветка ему мешает И он говорит, что урожай кукурузы у него меньше Хотя Это тоже ему мешает Но она по закону Он вот у меня сказал Говорит, давай, говорит, по совести Ну, по-человечески По-человечески я должен убрать Вот эти вот Ивы Вот эти Вот эту иву Он говорит, зачем ты посадил ивы Это же не черешня Не груша Не яблоня Зачем они тебе нужны Я говорю, ну ты понимаешь Я на пенсии Я работал много лет Много чего сделал Для страны Для людей Ну, имею право отдохнуть И я заработал это право Да, мне нравятся ивушки Я хочу отдыхать Прийти вот и посидеть там на лавочке Вон лавочка у меня Отдохнуть У каждого свой метод выживания Я прилично поработал Ну, а мне же надо вот выживать Я вот плачу аренду Он говорит Да плати, пожалуйста Ну, когда я предлагал ему Вот тот участок, где маленькое озеро Говорит, давай поменяемся Он как раз тебе выход Тем более этот человек живет через Через речку Он сюда приходит в гости Вот, и он отказался Он запросил большую сумму денег Для того, чтобы я получил Вот этот участок, который здесь вот Ну, он почувствовал, что Этот участок меня интересует И запросил большую сумму Я не стал давать эту сумму Принципиально Потому что мне особо этот участок и не нужен А теперь его Ну, извините Жаба душит И вот он говорит Эти деревья тоже мешают мне Ну, они, извини, по закону Пять метров от забора Ну, вот у меня тень У меня урожайность понижается Ну, и что, Тигр? А если бы здесь стоял Пятиэтажный дом Или какая-нибудь там вышка Или еще что-то такое Ну, какое-нибудь промышленное здание А ты бы со своим огородом здесь Появился бы Это знаете, как, к примеру Человек Поселился рядом с аэропортом Построил дом А потом давай писать жалобы На то, что самолет летает И мешает ему жить Ну, примерно так вот у меня с соседом Тем более, я говорю Он здесь квартирант Он построил там самодельный мост Незаконно Через него ходит По речке Ну, через речку И Я ему мешаю Вот этот Вот орех ему мешает Видите Он четко сказал Ну, да Он прав Я его уберу Потому что уберу Так же, как и убрали мы Сейчас я возвращаюсь Верик, пойдем Верик Пошли Верик идет за мной Вот Вчера пришлось убрать Ясень здесь был Остался Маленькое дерево Вот такое, как дуб Вот сейчас остался Здесь только пенек Вот видите Это все пеньки Уже мы засыпали Землей Травой посадили А это Вот вчера Пришлось спилить Видите Вот Вот уже какое большое дерево Ну, как большое В диаметре А высота у него была Метра четыре Небольшой Вот Вот тоже дубочек Его привезли В Белоруссии Он мне дорог Вот И как память о Белоруссии О человеке, который Привез его Он привез мне Дуб И березку И все это Прижилось у меня Ну, дубок маленький Мы решили его Подарить Игорьку Ну, Игорька Вы знаете Это Игорьок, который Помните Был видео Как он упал С теплицы Ну, в шутку Через решетку Просочился Вот он заберет Вот этот дубок И весь этот ряд Будет свободный Кукуруза Будет расти Ну, а эти деревья Конечно, я не собираюсь Убирать Потому что они Растут по закону И мало ли что Взбредет Вот я понимаю Что у каждого Как говорится Свой бизнес У каждого Свои виды На выживание Ну, поверьте Что я Сделал немало Для Страны И имею право Конечно И на отдых И на То, что Ну, попользуется Плодами своих трудов Вот я посадил Этот сад И не только Им любуюсь Ну, и все Человечество Которое На канале Ну, подписчики Они тоже Любуются садом Я намерен Сделать все По закону Единственное Что осталось Не по закону Это вот эта часть Забора Я должен Либо Внутри Ой, внутри Извините Либо Внизу Поставить сетку Чтобы Он говорит У меня Этот Не продувается Огород Он мне говорит Вчера Позвал меня Мы стоим Ветер дунул И шапки Ну, не шапки А кепку У меня сорвал И я побежал За ней Да Конечно Не продувается Но Я сделаю по закону Уберу бордюры Поставлю сетку И все Закон будет на моей стороне Полностью Сто процентов Это дерево Тоже растет по закону Здесь четыре метра Все остальное Киплица Она не является деревом Можно ставить в двух метрах Тем более Это невысокое сооружение Ну, такие люди принципиально Вот так его заело То, что я не дал Ту сумму Которую он хотел Он хотел просто Выжать с меня деньги Пользоваться ситуацией Это как Я когда занимался Ремонтом автомобилей И к нам Притаскивали машины С трассы И Ну как Я никогда не брал С этих людей много Я понимал Что они едут Транзитом Что они здесь В гостях И я брал Минимальную сумму Иногда даже И бесплатно Ремонтировал Машины Но были Мастера Которые Наживались На ситуации Они понимали Что ему деваться некуда И назначали Такую сумму Что У водителя Просто Не знаю Уши заворачивались Вот эта рыбка Вот эта рыбка Лежит Тут Можно подумать Что она Дохренькая Она просто Спит Она любит Любит гореться На солнышке Вот так Вот такая рыбка Все Пошла Иди Кузю позови Я продолжаю Гулять с Лериком И рассказывать вам Историю О этом Ненасытном соседе Да Понятно Что Зависть Такая штука Очень даже Как бы сказать Не очень Очень не очень Вот он там живет Вот там его дом Через речку И он сюда По этому Незаконно Сороженному мосту Переправляется Со своим мотоблоком Тарахтит здесь Гудит Это мне конечно Не мешает Я просто Ну как бы уже Рассон ко мне Так и я к нему Так что Ну и вот он Четыре дня Тарахтел Тарахтел Мотоблоком А на пятый день Не выдержал Позвонил мне И сказал Говорит Ну знаешь что Говорит Вот убирай Этот орех Все Типа того что Ну убирай Убирай Ладно Я сейчас Поднимусь Покажу Видите Вот тень Вон она Тень От этого дерева Да падает И вон От тех деревьев Вот видите Ну ему это мешает Вот эта тень И он намерен Намерен со мной Ну как Не то что Воевать Ну То ли На жалость Давить Он говорит Давай по-человечески Говорит Давай я тебе Каждый год Буду доплачивать Поскольку Посчитаем На этом кусочке Где тень Насколько кукуруза Померяем ее Линейкой Насколько она Короче Насколько она В диаметре Меньше Если там На самом деле У тебя Будет Меньше кукурузы Я тебе доплачу А он спрашивает Что каждый год Будешь платить Ну в принципе Да Каждый год Но это по-человечески Если Просто Ну человек просит Ну я вот Из-за твоего сада Терплю убытки Хорошо Я пойду на встречу Я доплачу Да мне твоих денег Не нужно Я говорю Слушай Ты же сейчас сам Плакался Что Вот У меня урожай Меньше Из-за твоей деревья Ты тут Жиру бесишься Сажаешь Эти деревья А у меня Кукуруза Не растет Ну ладно Если я бешусь Жира То мне Не трудно Будет тебе Доплатить Я не знаю Сколько там Мешок Два Там он Не доберет Своей кукурузы Ну Вот такой Был Вчера день Сегодня День уже Другой Думаю Ладно Хочется Человеку Больше Пусть Хотя он Не бедный человек У него Хорошая машина Хороший дом У него Есть бизнес Но он Такой человек Ему Все Противно Чужое Ну что У кого-то Если что-то Есть То Как вот Мои соседи Когда приходят Я их иногда Вожу сюда Они говорят Зачем тебе Здесь столько Травы У тебя Одна Трава Растет А что Мне должно Бурьян Расти Да Трава Растет А вон Эмирка Прибежала А мы Успели С лириком Погулять А зачем Тебе столько Бульдогов Ну Сколько Ну Три Зачем Ну Одного На цепь Посадил И охранял Это разве Собака Она даже Дом не может Охранять Да что ж Вам Собаки Нужны Для того Чтоб Дом охранять Земля Нужна Чтоб Кукурузу Сажать Ну Понятно Что Это Тоже Нужно Но Ну В наш Век Я думаю Что Можно На работе Заработать Деньги И не Сажать Эту Кукурузу Пришли Пришли Жорко Где-то И Марсик Должен Где-то Ну А я Успел Вам Рассказать Вон Она Виктория Ходит Вон Они Пришли Оказывается С кем Успел Рассказать Историю Об этом Ненасытном Соседе Ну Что И все равно Ему Благодарен За то Что Он Разрешил Мне Построить Вот Этот Забор Высотой Два Метра Хотя Потом Начал Обратно Включать Заднее Я Что Ты Делаешь Ты Разрешил Ну Вот Разрешил Здесь Поставить Высокий Забор Нет По закону Я мог бы Поставить Либо Полтора Метра И Сетка Чтобы Продувалась Ну Я Еще раз Повторю Уберу Вот Эти Бордюры И Поставлю Туда Сетку Все Выполни По закону А эти Деревца Конечно Мы Уберем Ну Все Мирка А тут Такое Творилось А мы С Лириком Столько Ходили Столько Гуляли И он Тут Какое-то Мгновение Пока Вы Не Пришли Да Лирик Испытал Ты Чувство Свободы От Этих Граждан Испытал Вот Как Эта Рыбка Она Забила На Все И Все И Лежит Эй Вот Так И Людям Надо Забил На Этого Соседа Да И Пусть Он Своей Кукурузе Там Или Со Своей Кукурузой А У Нас Вот Так Рыбка Поплыла Все А я Заканчиваю Твой Репортаж Заканчиваю